Всем привет! Наверняка многим из вас знакома такая проблема, когда вы отправляетесь куда-нибудь за город, чтобы пожарить очередную порцию шерлака или просто хорошо провести время в каком-нибудь лесном массиве. Но спустя считанные минуты появляются они, и они способны испортить вам любой вечер, высасывая вашу чертову кровь. Всех этих тварей нужно истребить. И следующие предметы, которые вы видите на экране, помогут вам в этом деле. Вам нужно средства от комаров, банка, хлопковая нить, ножницы и пинцет. Итак, давайте приступим к созданию нашего антикомариного средства. Возьмите стеклянную банку и налейте туда средства от комаров. Можно использовать средства от клещей, это не важно в принципе, но я использую именно средства от комаров. Справа стоит флакон со средством от клещей, потом я сделаю небольшой коктейльчик из него тоже. Так, в общем, теперь берем нашу нить. Обязательно нить должна быть сделана из стопроцентного хлопка, то есть это сделает так, что нить сгорит у вас полностью. Опускаем нашу нить в раствор и вымачиваем ее в этой банке. Так, теперь аккуратно берем эту хреновину и ложим ее на лист бумаги, чтобы вся эта штука у нас медленно высыхала. Такая вот хрень получается. Да, ложим ее здесь и ждем, пока она высохнет. Ну, точнее, мы ее потом повесим, она высохнет где-нибудь на солнце. Она сохнет минут 15-20, а в комнатной температуре где-то часа два или три. Я точно не знаю. Так, берем вторую нить и делаем с ней то же самое. Вот таким вот образом. Главная цель в том, чтобы пропитать эти фитили этим едким ядом. В итоге, когда они все высохнут, может их будет поджечь, они начнут выделять едкий дым, который просто перетравит всех этих летающих насекомых к чертям собачьим. Вот так. В итоге мне удалось сделать 10 таких вот фитилей. Каждый из них пропитан средством от комаров. Вот этот пропитан от комаров, следующий идет пропитанным средством от клещей и так далее. То есть через один. И в итоге получается такая универсальная цепочка, которая перетравит их всех нахрен. Все эти фитили я нацепил на такую вот деревянную палочку. Теперь их удобно, так скажем, переносить, куда-нибудь прицепить, поставить. Вот так вот. Можете изготовить их любой длины, любого размера, любого диаметра. В принципе, это дело уже лично ваше. Но я сделал их вот такими вот для демонстрации. Так, ну вот и пришло время с собой демонстрации. Я поставил ту штуку на улицу, поджег ее и она начала не гореть, а именно медленно тлеть, выделяя этот едкий дым. На самом деле, улица просто вся воняет какими-то непонятными химическими средствами от комаров, блин. Но в радиусе 20 метров при ветреной погоде комаров точно быть не должно. А безветренную погоду в радиусе 30 метров-то уж точно. 30 сантиметров такой вот нити будут у вас тлеть, выделяя едкий дым примерно один час. Тут у нас примерно такой же размер и тлеть они будут примерно столько же. В общем, если вам понравилась данная конструкция, то можете сделать ее дома. В принципе, это незатратная такая штуковина и сделать ее можно практически каждый человек планеты Земля. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось травить этих гадов. Довольно-таки бюджетная такая хреновенная. Вот и все.